Чё, ребят, погнали! Что же ещё нам положили китайцы? Как-то так, ребята, как-то так. Весь грязный, весь грязи. Тихая песня должна быть. А здесь именно такая она, Dance of Stones. Танец камней. Ребят, средушка, среда. Опять я всё проспал, но солнышко, это очень хорошо, замечательно. Даже датчик почти 30 нагрелся там, на солнце. Давайте, погнали. Автономку сегодня ставить. А ещё заказ надо будет делать по музыке. И ролик я вчера даже не смонтировал вам. Смотрел про руническую магию, про руны. О, великие северные боги. Они любят честных. Там сказала так женщина. Смотрите, какой ветер. Помогнали. Что, ребят, заехали на яму. Смотрите, почву вот уже пришлось подсыпать. Еле выехал. Давайте, откручиваем сиденье. Ну что, ребят, погнали. Ихо, блин, как тут ни пролезть, ни блезть. О, ползком. Как-нибудь. Змеи нету, змеи. Ихо, блин. Да, по сути, можно было даже назад немного сдать. Конечно, место позволяет. Где-то там крепление. Глушитель уже остыл. Вообще, вообще хорошо бы его скинуть. Потому что он мешается установке. Хотя бы вот эту защиту. Защита сидит вот здесь. Раз. Два. Давайте немного откатимся. Назад. Ну что, ребята. Я вам так скажу. В этой жизни мы должны быть сильными. Никакой пощады не будет. Опа. Вот и все. Вот мы ее и сняли. Давайте отключим всю проводку. Фу. Вот так-то. Как-то так, ребята. Как-то так. Так, ребят. Вот она коробка. С Китая пришла. Бак на 10 литров. Но нам не нужно. У нас топливо забирается с основного бака. Смотрите. Площадка. Площадочка. Давайте посмотрим. Может быть, старую оставим. Если подойдет. Так. Всякие инструкции. Глушитель. Чтобы не было так. Автономка. Что же еще нам положили китайцы? Они нам положили самое основное. Самое основное. Сама автономочка. Оп. Смотрите. Она один в один. Ну, почти один в один, как немецкий Эбершпехер. Два киловатта. Этот один и восемь. Так. Есть автономка. Насос. Насос, возможно, оставим тоже старый. Посмотрим. Что же еще? Смотрите. Что же еще у нас есть? Это... Пульт управления. И сам контроллер управления, наверное. Ну, что-то там вот, короче, автономкой. Чтобы все было отлично. Где-нибудь его с вами вот здесь повесим. И все у нас с вами будет сказочно. Тепло. Ну, и в общем, что. И вот в этой коробке у нас... И в этой коробке у нас... Дам! Всякая электрика. Всякая электрика. Гофры, переходнички, триннички и прочее. Ну, что, давайте ставить ее. Ребят, не подходит. Вот одно отверстие не подходило. Я тут... Ну, достаточно долго. Час, наверное, целый его... Оно было меньше, чем это даже. Раскурочивал вот так. И теперь... Так, вот этих штучек здесь быть не должно. И теперь, и теперь у нас... Что? У нас с вами все подходит. Все, давайте. Монтировать. Новую печь! Так, ребятки. Ребята. Опа. Мы опять в подземелье. Опять в подземелье. У нас тут уже припасена подушка. Оп. Так. Давайте с вами посмотрим. Немного я вам покажу, что здесь и как. Не знаю, видно. Наверное, видно. Вот так сделаем. Или не видно. Вот она, автономка. Так. В чем дело-то? Я сейчас вам покажу. Вот. Не попадаю по отверстиям. Вот шпильки надо вкрутить. Вот так, наверное. Так. Ну что? Ну что? Погнали. Закручивать гаечки. Гаечки затягивать, подтягивать. Что же у нас тут? Как-то так, ребята. Как-то так. Топливный. Топливный шланг прикручиваем. Хомуты ни хера не крутятся. Ну что, думаете, будет подсасывать воздух? Откуда же там знать, да? Откуда же нам знать, скажи? Мы же сидим просто на диванах, смотрим, что ты тут делаешь. Чего у тебя тут будет сосать, не сосать? Хер знает. Уже скоро матом буду ругаться на видео. Слушайте, а как, а почему? С чего это он будет сосать воздух? Насос-то стоит там. Насос качает оттуда и проталкивает сюда. И все. И просто прямиком в печку. Ничего тут не будет. Все тут нормально будет функционировать. Функцинклировать. Все, оставляем так. Все тут будет работать нормально. И еще осталась воздушная магистралька. А она, наверное, сюда не подойдет, потому что она здесь больше. Ребятки, как-то так, блин. Безгрязный, безгрязи. Так, давайте воздушку ставить свою новую. Ну а что, тут особо нечего показывать-то будет. По сути, ребят, мы просто берем трубку. Это воздух нужен для горения. Для горения в автономке. Это не какой-то там салон воздуха или что-то. Это просто подача воздуха в камеру сгорания. И все. Автономочка на 2 киловатта. Посмотрим, будет ли хватать. Конечно, не хотелось бы переделывать ничего. Да как же так? Опять все ужасно с хомутами. Так, ну что? Что-то вот здесь все собрали. Давайте закрепим опять защиту глушителя вот эту. И пойдем разбираться с электроникой. Итак, ребят, что по электрике? Вот такая вот фишечка есть на новый насос. От автономки идет. А это контакты старого насоса. Мы же с вами старый насос оставили. Топливный. Придется его сейчас разрезать и узнать, где плюс, где минус. Даже если мы узнаем, где плюс, где минус, мы уже здесь не знаем, где плюс, где минус. Так что будем подключать наугад. Страх. Ну что, ребят, давайте попробуем включить. Включить. А, чуть не упал. Питание наших систем. Оба. И автономки в том числе. Я вроде все подключил. Так, да, горит прибор. Надо нажать вниз. И кнопку настройки. Одновременно, чтобы прокачать систему. Вот. Оп. Так, насос пошел качать. А точно ли он качает в ту сторону, в которую нам надо? И когда его надо останавливать? Масляный насос начинает работать. Слышен рабочий звук масляного насоса. И значок масляного насоса загорается. Фиг знает. Наверное, может, что-нибудь уже прокачало там. Так, давайте попробуем запустить ее. А как это сделать? Как запустить нам печку? А, вот. Так. Код Е6. А, есть такой. Я знаю, что за фигня. Вот здесь вот крыльчатка. Всегда китайцы плохо ее делают. Она зафиксирована. Ее надо точить сейчас будет. Давайте смотреть. Давайте отключим все это хозяйство. Эх, блин. Китайцы не могли вот на заводе проверить? Вот. Проблема в том, ребята, что очень туго крутится вот эта вот крыльчаточка. Ее надо подтачивать. Она трется там где-то. Блин, а я уже что-то забыл как. Ну, не забыл, а не могу, не смогу, наверное, догадаться. Надо было сразу ее, а я ее не разобрал. Так, в общем, вся проблема в том, что вот этот вот крыльчатка-пропеллер трется об вот нижнюю часть. И это просто поголовная проблема всех этих китайских отопителей. Может, конечно, плотно прикручивает там или что. Что пластик коробится и поджимается. В общем, что, ребят, обрезал я тут всякие куски пластика лишней, чтобы хотя бы что-то не терло. Сейчас вот... Есть какой-то небольшой шелест. Ну, ладно. Ну, не гоже. Буду чуть-чуть просить денежку обратно, потому что вы что мне тут как это... Да это всем так портачит. Так, что? Ну, что-то пытается. Ну, что-то... Слушайте, вот она разогналась. Слушайте, вот она разогналась. Ну, так тепло он дует. Ну, слушайте, короче, все работает, ребят. Вечером поиграемся с этими всеми настройками и решим. Что к чему? Давайте все собирать. Уже темно. Практически темнеет. Ну, что, ребят, вроде что, дует. Все потихоньку. Вот здесь пульт закрепил. Ну, пока что провода, потому что надо сверлить. Фиг знает. Пускай работает. Ну, а у нас другие дела сейчас будут. Ребятки-ребятки, буду пробовать дыньку. Дынька! Руки так и не отмыл. Что ты устал вообще? Время 10 вечера. Ну, что я сегодня сделал? Ну, печку мы сегодня поставили. А музыку-то надо делать. Сделаем. Ну, что, давайте попробуем. Я даже чувствую, по-моему, что дынька. Ну, дынька. А что, просто маленькая дынька. Прикольная. И, ну и пальцы у меня, да? Страшные. Ха. Слушайте, вкусно. Так, ребятки, что? Пишем, пишем фольк-музыку, фольклорную музыку, фольклорную, кельтскую, нормандскую, германскую музыку. Так, что, что у нас? Ребятки, написал, написал музыку. Вот такую, вот почему, почему я вчера так долго смотрел про руническую магию, про руны, про все вот эти скандинавские, про всю скандинавскую мифологию. Мне нужна была идея, идея для музыки. Надо проникнуться духом. Да, видите, мы видим здесь вот руны, руны как раз вот у жреца. Или кто это? Это просто видео, я вот нажал любую. Это какой-то исполнитель лед. Мы можем взять любой другой. И также наложите посмотреть, подходит ли по настроению. Ну, как вы видите, что... Ну, что, ребятки, отправляем клиенту, посмотрим, как ему понравится. Нет. Получилось что-то такое. Давайте, как нам назвать этот трек? Главное, как-нибудь назвать, чтобы клиент проникся. Ну, типа там, шепот камней. Давайте посмотрим. Шепот. Шепот камней. Перевод с русского. Whisper of Stones. Шепот камней. Нет, ребят, я передумал. В танец камней. Все-таки шепот, она такая, должна быть тихая. Тихая песня должна быть. А здесь именно такая она. Dance of Stones. Танец камней. Ну что, ребята, пол первой ночи. Давайте заканчивать сегодняшний день. Поставили автономочку, устали, валялись в яме. Там с подушкой совсем. Сова. Сова слушает свою природную кельтскую музыку. А мы тоже ее слушаем. И клиент сейчас послушает. Ну что, давайте до завтра. Как-то так, ребята. Как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok